О героях-задонцах и о негромком подвиге простой русской женщины сегодня напоминает этот монумент. Воздвигли его в сквере Победы 10 лет назад. Василий, Леонид, Михаил. Всего 8 сыновей. На шестерых из них в годы Великой Отечественной Мария Фролова получила похоронки. Еще двое от тяжелых ран скончались после войны. Все они защищали Ленинград. Это святое место в городе, напротив еще одного святого места, Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Над памятником работала творческая группа липецких архитекторов и художников в составе Игоря Мазура, Юрия Гришко и Владимира Дмитриева. Фроловы поженились еще до революции. Георгий был старше Марии на 20 лет. К жене относился с трепетом и особой нежностью. Их свадебная фотография теперь хранится в Задонском краеведческом музее. Они вырастили и воспитали двух дочерей и 10 сыновей. Он не просто ее любил, он боготворил ее. Как бы в дань тому, что она ему родила 14 детей. К сожалению, двое умерли во младенчестве, а 12 сыновей и дочерей они воспитали вместе. К сожалению, он умер в 41-м году в мае месяце. А еще через месяц началась война. Мария Фролова предчувствовала горе, когда провожала на фронт своих сыновей. Смертельное дыхание войны не коснулось лишь двоих. Алексей работал на эвакуированном заводе, получил бронь. Митрофан был слишком мал для боев. Это книга, которая принадлежала старшему из сыновей Фроловых, Михаилу. Руководство к изучению церковного устава. С личной подписью Михаила Фролова. По ней он в начале века изучал как раз руководство к церковному уставу. Старший сын Фроловой, Михаил, стал ученым и преподавал в военно-морской академии в Ленинграде. Во время испытаний на военном корабле попал под бомбежку. Получил тяжелое ранение и умер в госпитале. Константин погиб, когда после отпуска возвращался на фронт. Петр погиб в разведке в 43-м. Тихон дошел до самого Берлина. Получил смертельное ранение. Похоронен в братской могиле. Погиб и Василий. Перед смертью он прислал матери письмо со словами. «Едва ли я вернусь отсюда. Такое здесь идет Крошево». В апреле 45-го погиб и Леонид. А вскоре после победы скончался от Рам Николай. Затем не стала Дмитрия. Так многодетная мать теряла своих сыновей. Одного за другим. Мария Матвеевна всегда была очень доброй женщиной. В 1942 году, когда Задонск был прифронтовым городом, и здесь было очень много молодых солдат, она любила их все время зазывать в свой дом. Там она накрывала им стол. Соседки ругали ее, говорили, «Маша, ну что ж ты делаешь? Война, голод. Завтра самой будет кушать нечего». Она отвечала, «А вдруг там где-то какая-то добрая женщина моего сыночка тоже накормит». Мария Матвеевна ушла из жизни в возрасте 96 лет. О простой русской женщине-матери, вырастившей и воспитавшей 12 детей, 8 из которых у нее отняла война, здесь напоминает эта табличка. А монумент в центре Задонска стал символом материнской скорби. Надежда Крыгина, Андрей Зубков, Липецкое время.